Всем привет! Вы на канале Клауд Сити. Меня зовут Вадим. Я сегодня продолжаю вас знакомить с произведением Нарины Абгарян «Понаехавшие». Сегодня у нас на очереди глава вторая под названием новоселье. Интурист отнесся к девочкам не то что неласково, а скорее настороженно. Охрана третировала постоянными проверками документов, администраторши из ресепшн не замечали упор, продавщицы салона «Русские меха», накинув на плечи служебные соболя, прохаживались в опасной близости от обменника, презрительно задирая тонко выщипанные брови. «А это кто такие?» – как бы риторически спрашивала одна. «Да фиг его знает, нагонят приличную гостиницу не пойми кого, а потом жалуются, что клиентов мало», – отвечали хором остальные. Вот такие приблизительные разговоры вели коренные интуристовцы, завидев в ареале своего обитания опасных чужаков. Опасные чужаки пренебрежительно к себе отношения не замечали, находились в состоянии аффекта. Аффект, можно сказать, подкрался незаметно, и отовсюду. Взять хотя бы обменник. Никто в банке не предупреждал, что работать придется в бывшем павильоне для продажи зажигалок зиппа. Может, для продажи зажигалок этот павильон очень даже был приспособлен, но вот для обмена валюты решительно нет. Крохотное, насквозь стеклянное помещение было выдержано в барочном стиле. Золоченые витрины, гипсовая колоннада по нижнему краю, всякие другие вычурные загогулины. Чего стоили две пузатые, обитые зеленым бархатом, банкетки и овальное зеркало в массивной раме в мелкий завиток. Попытка снять зеркало со стены не уничалась успехом. Когда понаехавшая потянула его на себя, павильон угрожающий скрипнул и попытался прокинуться на бок. Эх, не иначе противовесом работает, хмыкнула О.Ф. Проветрилось помещение весьма оригинально, методом отодвигания в сторону потолка. Потолок представлял собой прямоугольный лист фанеры. Нужно было забраться на стул и аккуратно подталкивать снизу, подвинуть фанеру в сторону так, чтобы она не рухнула внутрь или, не дай бог, наружу, в зимний сад. Зимний сад был особой гордостью гостиницы. Там, среди вытянувшейся в человеческий рост пальм и каких других Сен-Северии, круглый год роились оглушенные постсоветским сервисом иностранцы. Поэтому с проветриванием помещения нужно было соблюдать предельную осторожность, ведь убийство клиентуры падающим потолком в обязанности кассиш-обменника не входило. Функциональностью рабочее место тоже не блистало, когда девочки разложили по стеклянным витринам необходимую аппаратуру, как то счетные машинки, калькуляторы, лупы, концтовары, ультрафиолетовые лампы для просвечивания денег, а также увесистую кипу макулатуры, в которой оформляется сопроводительная документация. Оказалось, что обменник забит реквизитом по самые уши. Рабочего простатства осталось всего ничего. От графика сутки вдвоем пришлось временно отказаться. Если одна кассирша еще как-то могла перекантоваться на продвинутых в притых стульях до утра, то с двумя такой маневр категорически бы не прошел. Поэтому ОФ приняла волевое решение оставлять на ночь одну кассиршу. Итого часть девочек должна была работать сутки через трое, а вторая два дня через два, с десяти утра до десяти вечера. «Я буду не я, если не выбью у этих козлов бронированное помещение», – поклялась ОФ на сканере для проверки подлинности валюты. «Просто потерпите, чуть-чуть, девочки». Девочки были согласны на все, лишь бы скорее закончить с новосельем. Поэтому тщательно протерли все витрины, вымели остатки мусора, проветрили обменник и торжественно заперли на ключ. Обошлись со всех сторон, полюбовались делом рук своих. Обменник фальшиво переливался золотом, серебром, стеклянным блеском да ампирными загогулянами, насмерть приварено к стене зеркало. «На первое время вполне удовлетворительно» – кивнула ОФ и прислонилась плечом к стене. Стеклянная панель с легким хрустом отошла от петель и провалилась внутрь. Не случаясь на ее пути обитых бархатом банкеток, она разлетелась на тысячи осколков. А так просто опрокинулась на мягкое и плавно съехала на пол. Остаток вечера девочки провели в перестановках. По новой передвинули всю аппаратуру, чтобы обезопасить себя от ломких запчастей, заодно починили капризный замок. Запирать помещение он запирал, но при легком нажатии на ручку услужливо распахивал дверь. Ужинали в гостиничной столовой для сотрудников. Молочным супчиком да компотом из сухофруктов. «Так, завтра в 10.00 всем явиться на работу», – велел ОФ. «А зачем всем-то?» «Знакомиться». «То есть, как знакомиться?» «Вроде уже ОФ допила компот, выловив стакана чернослив, предельчиво разглядела его со всех сторон, поморщилась, но съела, облизала пальцы. «Обмывать будем». Яичница. Свой первый рабочий день понаехавшая запомнила на всю жизнь. «Не выпить нам чего? А то я непривычно в сухомятку с незнакомыми людьми работать», – предложила ОФ. Коллектив сбегал в продуктой, взял два батона хлеба, вареной колбасы, плавленого сыра «Виола» и баночку маринованных огурчиков. А потом с озабоченным видом завис в винном отделе. «На девять человек двух бутылок будет вполне достаточно», – посчитала у меня трепетная Наталья. «Немало», – засомневалась девушка Галя. «А почему на девять?» – наивно спросила понаехавшая. «Я же не пью». «То есть как это? Не пьешь?» – стрепенулся коллектив. «Ты что, совсем на голову больная?» «Ага», – радостно кивнула понаехавшая. «У меня аллергия на спиртное. Если выпью, моментально вырыбаюсь». «Да и не голодный я с утра поела. Яичницы». «Ха-ха-ха! Чего ты поела?» «Иичницы!» – на чистейшем армянском, русском отозвалась понаехавшая. «Так, возьмем три бутылки», – решил коренной до мозга костей коллектив. «Заодно этому чуду вылечим аллергию». И акцент. Фуршет организовали в обменнике. За считанные секунды нарезали бутербродов и разлили по пластиковым стаканчикам водку. Вывесили в окошке «брейк» 15 минут. Через 15 минут заменили на «клоуст». «За знакомство!» – скомандовала ОФ. «Хух!» – открикнулся коллектив. Дружно закусил перехватившее дыхание хрустким маринованным огурчиком и нехорошо уставился на понаехавшую. «Но!» – крякнула понаехавшая. Залпом проглотила водку, потянулась за огурчиком и свалилась под стол. «Трындец!» ОФ аккуратно подняла подчиненную, присоединила к четкой машинке и, удостоверяясь, что признаки жизни наличествуют, велела продолжать фуршет. За те три часа, что понаехавшая находилась в анабиозе, девочки успели дважды сбегать в магазин. А ОФ, воспользовавшись их отсутствием, прошлась победным маршем по фойе и напустила страху, ущипнув за мягкое место неприступного начальника охраны Сергея Владимировича по кличке Дровосек. Понаехавшая пришла в себя как раз в тот момент, когда добытчица Наташа показывала безотказный фокус с сисями. Безотказный фокус с сисями – это когда на левую грудь шестого размера ставишь тарелку с бутербродами, а на правую – пластиковый стаканчик с водкой. Пепельницу и пачку сигарет подходишь в таком виде к своим мужчине и говоришь ему ласковым голосом. «Мне нужно сто долларов на новую кофту». «Действует безотказно», – уверял Наташа. А потом ОФ оставила самую трезвую девочку работать в ночь, а остальных загрузила в машину и повезла в Бутово показывать свою новую квартиру. Попытки дезертирства пресекла на корню. «Кто не поедет – уволю нахрен. Ясно?» «А ты, яичница, садись вперед, будешь предупреждать о светофоров, а то я выпившие ни хера не вижу и не слышу». Это была воистину поездка века. Если кто из москвичей в декабре 1994 видел бежевую, набитую визжащими от ужаса девицами запотевшую пятерку, которая, игнорируя свея светофоры, непринужденным зигзагом промчалась по Люсиновской и Варшавке, и в районы улицы Академик Янгеля на полной скорости протаранила огромный сугроб, то знайте, это были кассирши интуристовского обменного пункта. «И ты, то ж мать!» – вывалилась из автомобиля, обратилась пресной речью к обступившим машину аборигенам ОФ. «И ты, то ж мать!» «Понатыкали сугробов на тротуарах. Нормальным людям проехать не дают». Совет. В общем, если хотите в короткий срок избавиться от акцента, знайте, что делать. Добытчица Наташа Однажды в обменнике работала девушка Наташа, и кассирши очень хорошо в этот период питались. В 92-м году напротив интуриста через Тверскую открыли фирменный магазин «Данон». Босквичи ходили туда целыми семьями, но ничего не покупали, потому что йогурты стоили чуть ли не по 10 долларов за штуку, при том, что средняя зарплата в городе едва дотягивала до 100 долларов. Чтобы как-то оживить торговлю, среди высоких морозных полок магазина сновали хорошенькие девушки в сине-белых костюмах и голосом античных сирен склоняли посетителей к необдуманным тратам. Посетители не поддавались. Они прятались от сирен за соседними полками и вороваты читали по слогам состав йогуртов. «О, сбитые сливки!» – трепетали они. «С кусочками папайи и гуавы!» А слева от гостиницы в газетном переулке открылся Макдональдс. И если раньше кассирши-обменника обедали по талонам в интуристовской столовой гороховый супчик с намеком на копченую грудинку, чахловинегрет, макароны, компот, то с сокрытием Данона и Макдональдса они каждый день стали есть много-много йогуртов и много-много гамбургеров. Такая революция в рационе объяснялась очень просто. В те смутные годы в интуисте переверховодила так называемая чеченская мафия. Периодически в гостиницу приезжали целые тейпы. 50-70 грозных мужчин в попахах и других душевынимающих головных уборов. Они заселялись на какой-нибудь отдельный этаж и потом ходили стаями по гостинице, распугивая иностранных туристов своим дикованным видом. А у Наташи был шестой размер груди и она всячески подчеркнула ее пышность разными кружевными вырезами. И грозные чеченские мужчины водили к окошку обменника своих желторотых сыновей полюбоваться на Наташина декольте, потому что ты мужчина и все в этой жизни должен увидеть. И в знак благодарности оставляли в окошке щедрые подношения в виде упаковок йогуртов Данон. Гамбургеров, картошки фри. Наташа с хохотом принимала дары и подкладывала декольте на лоточек, который выдвигался туда-сюда, чтобы передавать деньги. А однажды она позволила одному мальчику подержаться за свою грудь. Мальчик потом уходил от нее боком и даже в присядку. Наташа задумчиво произнесла, глядя ему вслед. Это был самый сытый период интуристовской эпопеи, но он, к сожалению, скоро закончился. В какой-то момент Наташиному мужу надоело такое всеобщее обожание его жены, и он пригрозил, что если она не прекратит демонстрировать всем свои прелести, то ей придется увольняться. Наташа обещала исправиться, завела себе новый монашеский гардероб, заменила декольте на водолазки и прикрывала калькулятором, выпирающую из окошка грудь. Так что питаться кассирши обратно стали в столовую, гороховым супчиком и винегретом, паталончиком. Но в благодарность о свертых временах теперь называли Наташу добытчицей. Аня. Однажды в Аминнике работала девушка Аня. Такая вся из себя блондиночка с растопыренными ресничками, пухлыми розовыми губками и пергидролевым коре. И как-то в общем разговоре Аня, культурно запивая бутерброд с колбасой и коньяком, призналась. Муж сильно ревнует меня к бывшему, вдох. Совершенно, между прочим, зря. Мы, конечно, встречаемся и потрахиваемся по старой памяти. Но это ведь не повод для ревности. Он ведь, в конце концов, мне не первый встречный, а бывший муж. Практически родной человек. Кто тебе родной человек? Попихнулась по наехавшей. Ну, как-то. Бывший муж, конечно. А как же нынешний? Ай, нынешнего я не люблю. А с бывшим по старой памяти вот потрахивать. Чтоб не терять сноровки. Совет. Разводясь на всякий случай, сохраняйте теплые отношения с бывшими мужьями. Берегите сноровку. О. Ф. Однажды О. Ф. Объясняется очень просто. У певца Кэ на последнем этаже интуиста имелся офис. И к нему часто приходили разные люди просить денег. Ну, или протекции. А однажды О. Ф. Ф., будучи опять сильно под шофе, нацелилась вырвать ребро какому-то важному чеченскому авторитету. Охрана авторитета мигом скрутила ее и доставила в обменник. По дороге О. Ф. Вырывалась и успешно исцарапывала вдоль и поперек всех охранников. Но они были истинными джентльменами и не стали в ответ царапать О. Ф. Выросшей в маленькой патриархальной республике, понаехавшей, было в диковину наблюдать пьяную женщину. Она сильно переживала за свою начальницу и сопровождала ее по всему интуристу. Дело в том, что в гостиницу зачастил новоиспеченный мэр Лужков. И девушка не хотела, чтобы О. Ф. И его ущипнуло за какое-нибудь место. О. Ф. Пьяно отбрыкивалась и называла девушку «Отойди». Охрана Лужкова мрачно наблюдала эту душераздирающую картину, но ни на секунду не расслаблялась. Слова выходков О. Ф. Дошла до высших эшелонов власти. А вообще, когда О. Ф. Напивалась, она обычно оставалась в обменнике на сутки и всю ночь на автопилоте меняла валюту. Туда и обратно. И что удивительно, ни разу не просчиталось. Наблюдение. Женский алкоголизм, хоть и неизлечим, но на операции по обмену валюты не влияет. Жрица любви. Однажды к обменнику подошла жрица любви и в изрядно потрепотом макияже. Просунула в окошко купюру 100 долларов и попросила разменять по 50. Хм, а то минет стоит 50 долларов, а у меня сдачи нет, доверчиво объяснила она. У понаехавшей чуть удар не случился. Эвана как, лихорадочно соображала она размене 100 по 50. Она этими руками делает минет, а теперь ими же передала мне купюру. Хм, я не заболею сифирсом. Нет слов. Одно мычание. Итак, на сегодня мы заканчиваем. Я вас знакомлю с рассказами с книгой Нанины Абгарян под названием «Понаехавшие». И сегодня у нас была глава вторая. Всем огромное спасибо. Вы были на канале Клаудсети. Меня зовут Вадим. Кто не подписался, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии и ставьте лайки. И жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всего того, что происходит у меня на канале. Еще раз всем огромное спасибо и пока.